Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня предлагаю вам вместе со мной отправиться на обзорную экскурсию по проекту Chillout, который открылся 15 сентября этого года. Ну и, наверное, несложно догадаться, что построен он на базе игры GTA V и располагается на платформе 5M. Конечно же, выбрано направление RolyPlay. А вот что из себя представляет этот проект в плане механик, анимаций, скриптов, модификаций, дизайна, моделей, ну и всего вот этого, мы с вами и посмотрим. Ну и начнем, конечно же, по традиции, с меню персонализации нашего персонажа, про которое можно сказать, что, ну, выполнено хуже некуда, вот если честно. И оформлено меню персонализации хреновенько, ну, на это можно отдать какие-то поблажки, проект только открылся, может быть, еще поднастроен. Иногда говорят разработчики, что, ну, какая разница, ты увидишь это в меню всего один раз. Ну, я же его увижу, я же не слепой, я его увижу. Ну, а выполнено оно вот таким вот образом. Как я и сказал, и по дизайну некрасиво, но самая главная проблема данного меню персонализации, это положение самого персонажа. Как его выбирали, вот хрен его знает. Очень неудобные ракурсы, просто очень неудобные. Настраивать персонажа сложно, иногда персонаж даже выходит за рамки камеры, то есть камера погружается в самого персонажа, потому что ракурс, в котором выбрали авторы и поставили нашу модельку, она очень неудобная, очень неудобная. Ну и само меню выполнено вот таким вот образом, оформлено тоже так себе, но и управление, управление ужасное. Скажу честно, управление ужасное. Выбрать нужную позицию очень сложно, позиции меняются, персонаж все время норовит куда-то уйти за камеру. Ну, одним словом, очень ужасное меню персонализации. Я даже не знаю, что бы я, наверное, в качестве примера показал хуже. Наверное, это худшее из того, что я видел. Но, тем не менее, мы настраиваем нашего персонажа каким-либо образом и выходим в открытый мир, который встречает нас в такой вот локации. И вот тут уже хотелось бы сказать, что этот проект достаточно самобытный и в меру уникальный. Ну, а в чем его уникальность и самобытность, мы как раз-таки и посмотрим. Начинаем путешествие по этому проекту. И первым, что нас встречает, вот такая вот табличка. Заметьте, это пояснение того, что вам предстоит увидеть на проекте. Какие-то клавиши взаимодействия, какие-то механики, какое-то разъяснение. Но увидим мы его только здесь. И, к сожалению, к великому сожалению, этой таблички нету на проекте. А она очень и очень нужна. Я скажу больше, данная табличка нужна не только в таком виде, но еще и в дополненном. Должны быть разъяснения по рабочим занятиям и вот всему тому, с чем мы столкнемся. Но, к сожалению, мы видим ее только вот в этой вот локации. Ну, а почему же я сожалею о том, что этой таблички больше нету, мы и увидим, путешествуя по этому проекту. Давайте выдвигаться в мир, который встречает нас в локации аэропорт. И мы уже видим отсутствие миникарты. Обожаю проекты, где нету миникарты. Особенно, если они находятся на платформе 5M, которая славится тем, что подгружаются объекты в самый последний момент. Но этого мы коснемся чуть позже, а пока давайте посмотрим на карту, которая находится на этом проекте. И выбрали разработчики данного проекта вот такой вот вариант карты. Это вообще не самый лучший вариант. А почему не самый лучший? Да потому что она цветная. И цветные иконки, особенно мелкие цветные иконки, а здесь их огромное количество, просто тупо сливаются. Найти что-либо без того, чтобы задействовать меню, которое находится справа, очень сложно. Вы можете заметить, что если отдалить карту, то менюшки видны. Но как только мы приближаем карту в достаточно нормальное положение, все менюшки расплываются. Что-либо найти на карте очень трудно. Зачем люди ставят вот такую вот карту, для меня всегда была загадка. Ведь разработчики GTA-шки, Rockstar, уже сделали за вас всю работу. Они сделали отлично читаемую карту. Зачем вы пытаетесь переплюнуть разработчиков, мировых разработчиков, внедряя вот такую вот хрень, я не знаю. Но здесь вот такая вот карта, и будем пользоваться тем, что есть. Итак, берем велосипед и отправляемся в сторону Мэрии. Да-да, Мэрии. Хоть мне как-то раз и писали, что на платформе 5M в принципе Мэрии не бывает. Все бывает. Это все зависит от разработчиков. Здесь Мэрия есть. А зачем уж туда ехать? Да чтобы получить ID-карту. А как об этом узнать? А вот хрен его знает. Если не прочитали табличку, которая только что была, про которую я говорил в Метрополитене, то, наверное, никак. Но надо поехать и получить эту ID-карту. Здесь может быть трудность только в одном. Если кто-то не путешествовал по платформе 5M и не знаком с этим меню, которое вы сейчас видите, это меню персонажа, то есть инвентарь. Он включается автоматически в том или ином случае, смотря с чем вы взаимодействуете. То есть, если вы взаимодействуете с магазином, включается ваш инвентарь и инвентарь магазина. В данном случае мой инвентарь и инвентарь этой Мэрии, в которой есть ID-карта. Вот чтобы ее купить, нужно заполнить одно из полей, где написано 0. Там надо поставить 1. Ну, если поставите 2, то, значит, купите 2 себе, наверное, ID-карты. Ну, я вот купил 1. Ну, то есть, это надо просто запомнить, что на платформе 5M, вот, по крайней мере, вот на такой вот сборке, она встречается достаточно частенько, надо вписывать вручную, сколько вы хотите взять. То есть, если не догадаетесь, то и не купите. Вот, вписываете в этом поле, где цифра 0, 1, покупаете ID-карту и благополучно покидаете это заведение. Покидаете и ищите себе работу. А вот искать работу здесь достаточно сложно. Сложно, но интересно, как говорится. На большинстве проектов 5M ставится биржа труда. Или агентство занятости называется по-разному. Вы идете туда, и там уже выбираете себе какую-то рабочую специальность. Здесь такого нету. Здесь и телефон вам не помощник. Если на платформе RageMP вы открываете телефон, и там список рабочих занятий, нажимаете, вам прокладывается туда маршрут, ни хрена подобного на 5M нету. Ищите самостоятельно. Вот тут опять всплывает. Вот совсем бы не помешала сейчас кнопка вот с той самой табличкой, про которую я говорил еще в аэропорту. Если бы можно было хотя бы в телефоне, например, выбрать эту табличку, нажать, чтобы она загорелась, и почитать, где находится это рабочее занятие, куда лучше пойти, нужен ли уровень, не нужен ли уровень. Никакой информации нету. Ищите самостоятельно вот на той самой карте, которая цветная, как новогодняя елка. Ну что ж, ищем рабочее занятие и отправляемся туда. Но перед тем, как устроиться на какое-то рабочее занятие, я отправился в автошколу. Я не знаю, можно ли покупать машины без прав, можно ли устроиться на работу без прав. Поэтому права нужно получить. Я знаю, и я слышал, что автошкола работает. Правда, там были какие-то косяки, что-то не зачитывалось. Но когда я приехал в автошколу, я не нашел вообще ничего. И опять то самое, про что я говорил. Отсутствие мини-карты. Может быть, может быть, я просто прошел мимо какого-то маркера, который прогрузился, может быть, в последний момент, или я его не заметил. Если бы была мини-карта, я бы смог ориентироваться по ней. Но мини-карты нету. Где находится маркер, я не знаю. Бот не реагирует. У автошколы не реагируют. Здание не реагирует. Куда идти, что делать, я не понял. Хотя я точно знаю, что автошкола у них была. Человек мне рассказывал, что там был какой-то косяк, бак какой-то. Она не зачитывала сдачу, что-то такое. Но вот, например, я даже не смог найти нахрен, где она вообще находится, эта автошкола. Как она выглядит, что должно произойти. Бог его знает. Зачем вы убрали мини-карту? Как человеку ориентироваться? Еще раз скажу, что прогружаются маркера в самый последний момент. И иногда они вообще прогружаются, когда ты уже прошел мимо него. Ну и, в общем, не солоно нахлебавшись, не имея понимания вообще, нужны мне права или нет, можно ли как-то получить или нет, я отправился дальше. И мне по пути попался автосалон. Это вот одна из уникальных вещей, которые есть на этом проекте. Вообще, очень много уникальных зданий на этом проекте. Вот одно из них, вы можете заметить, стоит в стандартном месте, но здание вообще нестандартное. Прикольно выглядит. Ну и вот так вот выглядит здесь автосалон. И опять, казалось бы, все хорошо, все замечательно, красивое здание, красивые интерьерчики. Но опять вступает в действие то самое отсутствие мини-карты. А вот куда идти? Где искать точку взаимодействия? Я же говорю, что здесь прогружаются маркеры вот в самый последний момент. Иногда даже ты просто проходишь мимо маркера, и он сзади у тебя за спиной загорается. Вот она проблема. Зачем вы, понимая эту проблему, убираете мини-карту? Как человеку ориентироваться? Ну вот как? Я ходил, бродил, бродил, и в результате увидел. Вот он, нафиг, загорелся маркер. На одном из проектов я показывал, что очень долго прогружаются модельки. На самом деле, вот вам хорошее решение, модельки прогружаются моментально. Тоже 5M, та же самая игровая платформа, но только проблем с прогрузкой моделей нету. Прогружаются очень хорошо. Прогружаются хреновенько модельки, у которых нет картинок почему-то. Как это связано между собой? Но если у модельки нет картинки, почему-то она чуть дольше прогружается. А так в основном, вы сейчас все прекрасно видите, модельки появляются буквально моментально. Не знаю, как они решили и победили вот эту проблему 5M с прогрузкой модели. Модельный ряд хороший, мне понравились и оформлен магазин. Кстати, я такой магазин уже показывал. Именно вот этот скрипт на такой магазин, еще его хвалил, что прикольно сделано, да, согласитесь. Вот атмосферка такая прикольненькая, это не где-то в чистом поле стоит. Достаточно красиво сделано, оформлена, да, такая вот картиночка на фоне прикольная. Ну, в общем-то, вот такой вот модельный ряд. Из чего я понял, что самая дешевая модель, машинка, здесь стоит от 5 тысяч. 5, 6, 7, 8, вот так вот можно купить машинку, первоначальную имеется в виду. Это уже отсыл к экономике этого проекта, которого мы коснемся вот-вот уже скоро. Ну, а машинки все показывать не буду. Магазинчик вот такой, интерьерчик прикольный. Сделано все замечательно, все быстро прогружается. Машинки хорошие. Давайте двигаться дальше. На первое наше с вами рабочее занятие, которое вызвало у меня как шквал позитива, но также и шквал негатива. Ну, давайте обо всем по порядку. Работа мусорщика. И если кто-нибудь играл когда-нибудь на таком проекте GTA Live, вы его узнаете. Принцип и механики примерно такие же. Другое только оформление. Но из минусов. Когда вы приезжаете на точку, вы можете заметить, стоит грузовик. Он не просто так стоит. Мы его оставим точно так же. И дело здесь не в невежестве игрока, который бросил здесь грузовик. А в том, что здесь нихрена не понятно, куда идти и что делать. Первое, это отсутствие миникарты. Второе, это отсутствие какой-либо информации по рабочему занятию. Но если здесь еще более-менее просто, то на следующих рабочих занятиях информация просто необходима. Итак, приступаем. Первым делом нужно найти точку взаимодействия. Для этого нужно либо открывать карту, либо садиться в какой-то транспорт, чтобы у вас открылась карта. Иначе вы не поймете. Маркер загорается в самый последний момент и велика вероятность, что вы пройдете мимо него. Ну, с горем пополам находим маркер, устраиваемся на работу. Получаем грузовик. Есть выбор, взять чистый грузовик или грязный. Разница только в том, что у одного грузовика сзади будет анимация мусора, а у другого, ну, этого мусора просто нет. Вот и все. А так это абсолютно одинаковые машинки. Выезжаем. И вот здесь, здесь опять включается та самая проблема прогрузки в самый последний момент. То есть, по задумке этого скрипта, мы движемся по городу. И в какой-то определенный момент должен проложиться маршрут до точки, которая нас интересует. То есть, мусорное ведро. По мере прокачивания мусорные ведра будут меняться. На что это сказывается? Это сказывается только на зарплату. То есть, с маленьких ведер мы берем одну зарплату, с больших ведер мы берем другую зарплату. Но вы сейчас можете заметить, это видно на экране, маркер загорается, ну, в самый последний момент. Очень часто он загорается, когда я проехал мусорное ведро, и мне надо сдавать назад. Вот такая вот, в общем-то, работа. Опять проблема вот этой вот последней прогрузки маркера. Очень долго они прогружаются. Очень долго сервер это все муслявит. Далее же, то, что я сказал, если кто-то знает и помнит проекты GTA Live, там можно было лазить по мусоркам. Здесь то же самое. И, блин, вы не представляете, как это затягивает. Каждое мусорное ведро перед вами открывает какой-то новый горизонт. И вы подбегаете к ведру и надеетесь, что же там будет, что же там будет. Мне удалось насобирать кучу каких-то роликсов, кольца с бриллиантами. Я нашел даже какую-то портативную лабораторию. Я нашел косяки. Я нашел наличку. Много всего. Лута много. Обалденно. Я даже не заметил, как у меня прокачался уровень. Серьезно. Я настолько углубился вот в это вот рабочее занятие. Оно настолько вас захватывает. Вы и работаете, собираете мусор. И тут же лазаете по этим мусорным бачкам. И когда вы видите какое-то огромное количество бачков, прямо какая-то радость посещает вас. Действительно прикольно. Я вспомнил вот тот самый проект GTA Live, где то же самое было. Можно было так же бегать. Правда, было покрасивее оформлено. Но принцип работы все то же самое. Действительно, я не заметил, как прокачался один уровень и даже начал качаться уже второй уровень. Это действительно очень интересное рабочее занятие. Оно мне очень понравилось. Но, опять же таки, негатив. У меня под конец скопилось огромное количество всякого лута. А куда же его деть? А вот тут постигает вас негативные эмоции. Потому что деть это абсолютно некуда. Ну, не совсем уж абсолютно, но некуда. Здесь есть некий ломбард, к которому мы сейчас вернемся. А пока ставим машину на место. Но это, опять же таки, грубо сказано. Ставим машину на место. Есть точка трудоустройства на карте, а есть на карте точка вернуть грузовик. Но вот где эта точка? Хоть убейте, я ее не нашел. То ли маркер тупит, не загорается. То ли еще что-то. Я не знаю. Я ездил, ездил, ездил. И вот тут я понял, почему, когда я сюда пришел, здесь валялся грузовик. Человек тоже, видимо, задолбался искать. И бросил его просто где попало. Ну, и мы будем делать то же самое. Пускай валяется здесь. Увольняемся и идем в тот самый ломбард. Ну, и про сам ломбард. Опять и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что новая локация, новый интерьерчик. Такого я не видел. Вот так вот это все выглядит. Интегрировано прямо в саму карту. Здорово, замечательно. Интерьер внутри оформлен тоже по высшему классу. Замечательно. Вы заходишь, действительно, ломбард. Вот ломбард. Но, опять идет но. А куда идти? Вот и логически подойти надо к кассе, да? Ну, это исходя из логики. Но логика здесь не работает. Я ходил, бродил. Маркера нету. Он вообще здесь не пригружается. Вообще просто ноль. Я случайно, просто из-за того, что я дотошный человек, я начал ходить туда-сюда, просто баражируя весь этот ломбард. И случайно вот здесь вот в углу я нашел, что вот оказывается тут взаимодействие-то. Вот здесь надо продавать. Вот как вы это делаете? Я хрен его знаю. Почему вы не поставите маркер возле кассы? Это же логично. Это же лежит на поверхности. Почему? Как человек должен догадаться, что надо идти вот в тот угол? И только там можно будет продать. Ну, и опять по продаже. Вы видите список. Список того, что ломбард принимает. Но то, что у меня есть, он не берет. Из того, что я нашел, золотые цепи, роликсы, жерелья, ничего не берет. Взяли только бриллиант. И все. И все. А все остальное я не знаю, куда мне деть. Вот это, возвращаясь к тому, что я сказал, что девать-то это некуда. То есть, есть куда. То есть, вот есть ломбард, да. Но половина из того, что я нашел, да не половина. Он все из того, что я нашел, не берет. Взял только одно колечко. Вот и все. А все остальное куда девать? Не знаю. И таким образом, вся эта работа скатывается на нет. Все то удовольствие, которое я получил за время этой работы, скатилось на нет. Потому что, ну, а куда мне это барахло девать? Некуда девать. Абсолютно некуда. Точки сбыта нету. Нет, тут есть некая такая тема со сбытом. Но это выглядит примерно вот так вот. Вот я в помойках насобирал всякого всего вообще. Все забито. А куда деть это? Смотря что, там большинство всего убирается в этот, блядь, как его? Ой, забыл, как называется. Сейчас, подожди. Вспомню. Ну, не ломбард, потому что в ломбард у меня приняли только одно колечко и все. Вот, да. Там, типа, много драгоценностей. Но тебе, может, просто не повезло, но там много драгоценностей, которые в ломбарде принимают. Остальные вещи, они продаются на, так сказать, черном рынке. А его найти нужно. Вот где он находится, я сам не знаю. Но такое есть. Поэтому на первое время, может, говорю, я там когда-нибудь в багажник это спрятать или там еще куда. И как уже найдете, то да. Потому что это вот все через черный. Но мой совет, это, ну, лично я так выходил. Я когда тоже много насобирал, я, в общем, выходил, искал через Twitter или через что-то, не помню. То есть я людей искал, кто может помочь с этим. И у меня люди просто перекупали это. Можно так еще попробовать. А как выглядит этот черный рынок? Это Непись какой-то стоит или это какая-то локация? А я сам не знаю, честно. Я вот это вот сам не знаю. Я просто знаю, что вот оно так работает. Но как это выглядит и где это найти вообще без понятия. Печально. У меня тоже карманы всякого говна. Да, у меня вот то же самое. Я все в багажник скинул. Не пропадет, да, если я в гараж поставлю, все сохранится. Не, 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 все в порядке, да. Все, отлично. Ты наш спаситель, блин. Да ладно, обращайтесь, если что. Ну и вот, исходя из информации, полученной от этого человека, который нам все разъяснил, да, здорово, что есть точка сбыта черный рынок. И что касаемо криминала, я нашел там наркотики, я нашел амфетамин, я нашел портативную лабораторию. Да, с этим я вполне согласен. Да, это надо забывать кому-то из игроков. Может быть, кому-то из криминала. Может быть, вот на этот черный рынок самому бегать искать. Это здорово. Но я еще нашел медь, железо, какие-то заготовки для крафта. Крафтом я заниматься не хочу. Куда мне это все сбыть? Опять же таки, искать игроков, ну, а не всем это надо. А вот мне-то это зачем? Зачем я забил себе тогда весь инвентарь? Нужна точка сбыта вот именно этого. Может быть, какая-то накопительная или еще что-то. Какая-то платформа, где кому-то это нужно. Я продал туда, этот человек пришел, купил его или выставил я на продажу. Ну, в общем, что-то такое нужно, потому что у меня забит инвентарь весь. Выкидывать жалко, продать некуда. Ну, вот что делать? То есть, опять все скатилось на нет, потому что нет точки реализации вот этого вот товара. Я не имею в виду криминального товара. Криминал, я согласен, черный рынок, здорово придумано. А вот остальное, гражданские находки, куда мне девать? Ну, и немножко информации, так сказать, из-за кадра. Я еще пообщался, поразговаривал, поспрашивал, что же мне делать. Ну, и все отправляют меня в Дискорд. Типа, напиши в Дискорде, тебе подскажут. А я, например, сторонник того, что если вы не можете передвигаться в каком-то пространстве без посторонней помощи, без костыля, без палочки, без опорок, значит, у вас какие-то проблемы. То же самое и с проектом. Если игрок не может участвовать в этом проекте, не используя какие-то сторонние программы, Дискорд, ВК или еще что-нибудь, ну, значит, что-то не так с этим проектом. Игрок должен действовать, играть на проекте, а не бегать по каким-то Дискордам, по группам кого-то искать, где-то какую-то информацию выпытывать. Все должно быть здесь, на проекте. Ну, а здесь этого нету. И без использования какой-то сторонней программы, типа Дискорда или ВК, вы ни черта не узнаете. А это неправильно. Ну, и двигаемся дальше. Мы с вами уже посмотрели одно рабочее занятие, которое называется «Мусорчик», которое, на мой взгляд, очень прикольное, интересное, хорошее. Ну, если решить вот эти проблемы, которые, на мой взгляд, все-таки действительно состоят проблемами, потому что девать то, что вы нашли, некуда. Ладно. Переходим к следующему, на мой взгляд, тоже интереснейшему скрипту на рабочее занятие. Очень похоже на такое же занятие, которое есть на проекте «Смотра». Находится в этой же локации. Здорово сделано. Тоже доставка вина. Но только здесь оно сделано более интересно. Но только узнать это, как оно сделано, очень сложно. Опять вы натыкаетесь на то, что криво сделан и сам скрипт, и криво сделана и сама платформа, которая не помогает. И то, что убрана мини-карта, просто напрочь убивает то, что задумано авторами. А задумано следующее. Вы приезжаете вот на эту вот локацию и устраиваетесь сборщиком винограда. Впоследствии виноделом. Но вот как это выполнено? Найти точку взаимодействия, просто где устроиться, это уже целый квест. Где она, точка? Маленький-маленький маркер. С трудом я его нашел через карту. Хорошо. Но вот здесь не мешало бы повесить табличку с пояснением. Серьезно. Ну вот что дальше делать? Что дальше делать? Куда бежать? Маркеры не прокладываются. То есть направление, куда идти, что делать, ни черта не известно. Не мешало бы вот здесь повесить табличку, разъясняющую вообще, что здесь надо делать. Потому что многие, я вам серьезно говорю, многие, приходя сюда, упираются в то, что нихрена непонятно, и уходят. И вот сейчас то самое время вспомнить начало ролика. Помните, я говорил, что вот такой вот таблички, которая нас встречает в самом начале на этом проекте, вот ее не хватает. Дополненной версии этой таблички, чтобы можно было в любой момент ее вызвать и прочитать. А что же надо делать? Какие действия надо предпринять игроку? Ну или хотя бы сделать вот такое вот, когда вы нажимаете кнопку взаимодействия, чтобы выскакивало не только вот это, вы устроились, а еще хотя бы вот то, что я сейчас показал. Хотя бы так. Но разъяснение какое-то нужно. Ну и что же от нас требуется? А нам надо пойти и собрать виноград. Вот тут еще одна трудность. На карте нарисован один общий маркер, где именно, ну надо идти и искать, где именно его собирать. Если хватит терпения, вы найдете, потому что маркеры поставлены в самый низ этой плантации. Найдете, хорошо, не найдете, многие разворачиваются и уходят. Далее есть претензии по расположению этих маркеров. Почему нельзя поставить их ближе? Зачем такие расстояния? Почему у меня это вызывает негодование? Да потому что сам процесс виноделия очень долгий, очень долгий. И вот это все составляет, ну, огромное количество времени. Если бы эти маркеры стояли поближе друг к другу, времени было бы значительно меньше потрачено. Ну и выглядело бы это действительно как сбор винограда, а не как беготня по маркерам. Далее к анимации претензии. Нету направленности анимации. То есть я всегда про это говорю, почему это для меня, например, так важно. Потому что взята анимация здорования. Но если эту анимацию развернуть в сторону куста, вы особо и не поймете, да, что-то там оторвал. Да, в общем-то выглядит как будто действительно собираем виноград. Но так как это превращается в рутину, никто не будет разворачиваться в сторону лозы. Все будут бежать так, как бежишь. Как только добежал до маркера, нажимаешь. И получается вот так вот, как вы сейчас видите. Похоже, что я собираю виноград? Да вот вряд ли. Ну и ладно. По аналогии с Байденом мы поздоровались с воздухом несколько раз и собрали какое-то количество винограда. Что же с ним дальше делать? Дальше действительно интересно. Нам надо давить сок. Как это делается в реальности? И здесь это реализовано. Действительно здорово. Подходим к корыту и начинаем давить. Опять время, вот про которое я говорил в самом начале этого рабочего занятия. Что маркера надо поставить поближе, чтобы хоть как-то сократить время пребывания на этом рабочем занятии игрока. Здесь давится один к одному. Одну лозу давим на один сок. Ну, сколько вы собрали? Собрали 200, да? 200 раз вы будете давить. Мой персонаж давил всю ночь. Всю игровую ночь. Я должен подчеркнуть. Это немножко разные вещи. Это не в реальности. Всю игровую ночь мой персонаж давил виноград. Ну, и также надо подчеркнуть, что вот в этом вот прикольном занятии есть одна фишка. От вас ничего не требуется. Просто стойте и любуйтесь анимацией вашего персонажа. Никаких кнопок взаимодействия, никакой капчи, ничего не надо. Один раз нажали, и он будет давить столько, сколько у вас винограда. Иногда анимация ломается. Если вас это не затрудняет, можете ждать дальше. Все равно он будет давить сок. Ну, а можете нажать еще раз Е, и анимация поправится. Вот такое вот прикольное занятие. К сожалению, дальше опять наступают проблемы. Проблемы, трудности, связанные с этим рабочим занятием, с этим скриптом. Что же делать дальше? Вы можете заметить, я ходил, бродил, искал хоть чего-нибудь. Абсолютно случайно, уже направляясь к своей машине, я увидел вот тот маленький маркирочек около двери. Оказывается, это магазин. Но его нету на большой карте. Ну, а мини-карты здесь нету вообще. В этом магазине можно покупать дрожжи и бутылки. Ну, вот зачем они? Для чего они? Где взять эту информацию? Хорошо, я их купил. Куда мне их нести? Я ходил и бродил по этой территории хренову тучу времени, пока я не увидел игрока, который почему-то втыкается в бочки, которые здесь стоят. Оказывается, если подойти к бочке и буквально упереться в нее, то секунды через 3-4 загорается надпись «Ферментация». Нам нужно туда заливать сок, который мы выдавили вот в этих вот баклажках. Но как об этом может догадаться человек вообще? Как это может прийти в голову? Даже если я проходил несколько раз мимо этих бочек, ни одного маркера не загорелось. А ведь можно было бы поставить хотя бы вот такой вот, какой я сейчас показываю. Я просто выкинул лишний виноград, и маркирочек моего винограда загорелся на карте. Почему не сделать хотя бы вот так? Как человек должен догадаться, что надо подойти к бочке вплотную и постоять 4-3 секунды? Ну как? Как? Блин, ну бомбит просто жестко от этого скрипта. Скрипт хороший, уникальный. Я такого не видел. Интереснейший скрипт. Ну как он испоганен вот этим вот авторским исполнением. Просто жуть. Ну а после ферментации, которая идет, ну не очень продолжительное время, но все равно какое-то время затратить надо. Еще это зависит от того количества, какое вы вложили. То есть 3 вида виноградов вы можете в 3 разных бочках делать 3 разных вида вина. Ферментируется все даже в ваше отсутствие. То есть я поставил на ферментацию, вышел вообще из игры, и когда я вернулся, мое вино было в этих бочках. Остается только разлить по бутылкам и начать развозку. С развозкой тоже проблема. Как это должно выглядеть, понятия нету вообще никакого. Где находится точка, откуда надо отгружать, понятия тоже нету. Ну, чтобы было понимание у моих зрителей, я объясню. Надо быть на рабочей смене. Обязательно быть трудоустроенным. Даже если вы перезашли, и ваше вино сохранилось, вам нужно быть трудоустроенным. Ну а как же найти точку? Да, в принципе, никак. Просто, наверное, вот из этого видео вы только сможете узнать. Точка доставки находится в главном здании под козырьком. Ее не видно. Она прогружается в самый последний момент. Взаимодействуете с ней, и появляется машина. Почему-то машина почтовая. Но тут уже не будем докапываться. Хотя, вот, например, на той же смотре сделали прикольную машинку. Уникальную. И она выглядит совсем по-другому. Ну, здесь есть какая и есть. Берем почтовую машину. Едем на точку. На точке мы встречаем все те же самые проблемы. Маркер на карте, на большой глобальной карте, он горит. Выходите из машины. Куда идти, хрен его знает. Ну, потратив какое-то небольшое время, вы найдете этот маркирочек. Все, сдаем. Получаем наличку. Тут надо обратить внимание, что получаете вы налички. То есть, на этой точке вас могут подкараулить. Наличка здесь появляется сразу же у вас в инвентаре. Ну, наверное, по пути обратно. А машину надо гнать обратно. Надо положить денежки в банк. Вот, в общем-то, такое вот интересное занятие. И вот такое вот кривое, на мой взгляд, исполнение данного скрипта. Но еще раз скажу, что скрипт уникальный, интересный. Но, к сожалению, выполнен вот он через задницу. Ну, и так как ролик у меня растянулся до неимоверных размеров, быстренько пробежимся еще по некоторым рабочим специальностям на этом проекте. Первым посмотрим работу курьера. Выполнена она вот таким вот образом. Все те же самые проблемы. Не найти ни одной точки, где получать посылку, где получать машину. Все точно так же, как и на остальных всех рабочих занятиях. Ни хрена не понятно. Но выполнена прикольно. Вам дается 10 точек. Они отмечены на карте. Можете ехать в любом направлении. Хотите с дальней начинайте, хотите с ближней. Отмечайте точки сами на карте. Здесь мне очень понравилась уникальная система передачи посылки. Вы это можете видеть. Передается из рук в руки. Вот если бы этот бот, который принимает посылку, еще уходил бы в текстуру двери и там исчезал, было бы прикольно. А так вот он очень быстро получает. И буквально через 3-4 секунды он исчезает. Просто растворяется. Ну, а если бы он уходил в текстуру двери, этого дома, где он стоит, было бы вообще шикардосно. Ну, а так вот такого вот, чтобы передавать из рук в руки, я вижу первый раз. Сейчас прикольно сделано, очень интересно. По экономике тоже очень прикольное занятие. Давайте переходить дальше, потому что времени у меня очень мало. Следующее занятие. Рудокоп. Наверное, назовем его так. Выполнено все через задницу, как и положено на этом проекте. Все те же самые проблемы. Локацию вы видите, да? Локация уникальная, как и многое на этом проекте. Уникальная. Сделана пещера. Прямо ходите. Огромное количество проходов. Ну, вот только куда идти? Хрен его знает. Нет, мини-карты нету. Куда именно идти? Ни одного маркера. Может быть, они где-то и есть, но они не загораются. Найти что-нибудь здесь, в этой пещере, хрен его знает, каким образом вообще надо что-то искать. Я случайно, тыркаясь во все углы, нашел вот эту точку. Выполнено вот таким вот образом. Опять от вас требуется только нажатие кнопки Е. Сделано все достойно, красиво, интересно. Локация вообще, вне всяческих комментариев, отлично сделано, молодцы, респект. Ну, вот исполнение, как всегда. Куда идти? Что делать? Здесь же, в пещерах, находится где-то литейня. Но чтобы ее найти, это целый квест. Где вот она? Хрен его знает. Будете бегать. По первости, так точно. Будете бегать, тыркаться во все углы. Где она? Хрен его знает. С трудом я ее нашел. Ну, дальше опять то же самое. Мне пишут, что у меня не хватает каких-то ингредиентов или еще чего-то. Где это взять? Что мне нужно для этого? Где информация? Блин, куда идти? Ни хрена не понятно. Поэтому вот, такое вот рабочее занятие. Прикольно сделано. Опять, как и все на этом проекте. Много уникальных, прикольных штук. Но почему-то их всех так изговняли, что вот смотришь, кажется, все здорово, красиво, уникально, неповторимо. Ну, нет такого нигде еще. Да, ну, выполнено все через задницу. Вот серьезно. Ну, бомбит просто жутко. Проект, задумка у проекта отлично, интересная. Хочется играть на этом проекте. Но когда сталкиваешься с этими проблемами, отталкивает очень быстро. Куда идти? Что делать? Где взять информацию? Как пользоваться тем или иным скриптом? Ни хрена не понятно. Ну, и по визуалу. Скрипты интересные, занятия интересные, оформление говнянское. Вот такой вот у меня получился обзорчик данного проекта. И несмотря на то, что многого я здесь набомбил, я бы рекомендовал, ребята, зайти и поиграть. Действительно, это нечто новенькое. Это интересное. Да, надо только побороть в себе бомбежку, набраться терпения, какого-то стрессоустройчивости набраться. Но, в принципе, проект интересный. Если его доведут до ума и исправят вот эти все косяки, я думаю, он заиграет совсем другими красками. Ну, а пока есть то, что есть. Спасибо всем, кто посмотрел. Играйте в игры, заходите на проект, получайте удовольствие. У меня на этом все. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok